В этом рейде сотрудники ГИБДД останавливают не только тех, кто не пропустил пешехода или не включил фары. Любой, даже самый примерный с виду водитель может быть отправлен к обочине. Инспекторы работают совместно с судебными приставами, чтобы выявить должников. Такие рейды проводятся систематически с сотрудниками ГИБДД у нас и приносят свои результаты. Цель рейда – найти граждан, которые уклоняются от административного штрафа в установленный законодательством срок. Если долг не погашен в течение 60 дней с даты составления протокола, направляется постановление в отдел судебных приставов. Судебными приставами исполнителями в отношении должников могут быть применены такие меры принудительного исполнения, как списание денежных средств, находящихся на счетах, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, в отношении автотранспорта и также взыскание исполнительского сбора в размере не менее 1000 рублей в случае неуплаты штрафа в добровольный срок. Если долг у водителя, проверяют на месте по специальной базе данных. Если выявляются небольшие суммы, приглашают на разъяснение. А вот за внушительные долги арестовывают собственность. Имущество стоимостью до 30 тысяч рублей оценивает судебный пристав. Если вещь дороже, то привлекается оценщик. Если у одного должника имеются несколько административных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей, судебный пристав исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении в отношении данного должника запрета на пользование водительским удостоверением, то есть вправе пользования специальным правом. Долги у тех, кто объявлен в розыск, накапливаются по разным причинам. Будь то неоплаченный штраф ГИБДД или самая распространенная – задержка выплаты алиментов на содержание ребенка. Так, в отдел судебных приставов была доставлена злостная алименщица. Эта молодая девушка задолжала своему ребенку около 100 тысяч рублей. На работу устроиться не желает, платить нечем. Из имущества, на которое можно было бы наложить арест, приставы не нашли ничего, кроме сотового телефона. Гражданка была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов свыше двух месяцев. На сегодняшний день судебными приставами исполнительного Кумертаусского городского отдела привлечено к административной ответственности по данной статье 75 должников. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде административного ареста от 10 до 15 суток до обязательных работ до 150 часов и административный штраф. Помимо рейдов на дороге, приставы навещают и предприятия, у которых имеются задолженности по заработной плате. Всего Кумертаусским отделам окончено и прекращено исполнительных производств на 13 миллионов рублей. Это такие организации, как энергоконтракт, ООО «Нефтемашальян», «Теплоэнергомонтаж-2» и «МУП-стройзаказчик». В декабре текущего года была полностью погашена задолженность в отношении «МУП-стройзаказчик». Всего было насчитано 180 исполнительных производств. Все они погашены, взысканы фактически. И в преддверии Нового года сотрудники данного предприятия были рассчитаны в полном объеме. Стоит отметить качественную работу судебных приставов исполнителей. Благодаря таким результатам Кумертаусский отдел за 11 месяцев занимает шестое место по рейтингу всех отделов Республики Башкортостан. Всего в республике их насчитывается 68. Это прежде всего работа судебных приставов исполнителей. Они действительно самоотверженно отдаются работе. И по этой причине получается результат. Это прежде всего результат получается от того, что насколько серьезно и правильно подходит каждый сотрудник нашего отдела к своим непосредственным обязанностям. То есть результат действительно радует. Но мы не хотим на этом останавливаться. Мы продолжаем двигаться. Я думаю, что наш отдел города Кумертау займет лидирующую позицию.